Недавно председатель судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Казахстана Канат Мусин дал интервью популярному изданию. В нем он рассказал о судебной системе в стране. Президент Казахстана ранее говорил о необходимости реформирования судебной системы. По словам Мусина, суды постоянно развиваются, но пришло время, когда возникла такая вещь, как перегрузка системы. То есть ей уже сложно справляться с массой дел и обращений. А Мусин отметил, что было много мелких проблем, мелких споров. Дошло до того, что в 2018 году суды начали рассматривать до 4,5 миллионов дел в год. У нас всего 3000 судей, это по 2600 дел на каждого. Чтобы все это усвоить, суде приходилось принимать до 80 решений в день. Получилось в основном как конвейер. О каком качестве можно говорить, замечает Мусин. В Казахстане с 1 июля этого года вступил в силу новый административно-процессуальный кодекс. При этом государственные органы теперь должны доказывать свою правоту в суде, а не физическое или юридическое лицо. Какая польза? Гражданин, который может рассчитывать только на свои силы, сталкивается с административной властью, подкрепленной огромным административным ресурсом, компетентными службами и юристами. Следовательно, в данном случае суд встает на сторону слабых. Ранее судья был выше судебного процесса и не имел права вмешиваться. Иная ситуация с административной процедурой. Судья обязан участвовать в поиске и сборе доказательств. Он может запросить необходимые данные у той или иной страны. Он может высказать свое предварительное мнение, что в настоящее время в гражданском судопроизводстве принципиально невозможно. Это может повлиять на стороны, которые не выполняют требования суда или, наоборот, злоупотребляют своими правами. Если вопрос передается в суд, судья может сказать истцу, что вопрос сформулирован недостаточно точно и может помочь с формулировкой, если это необходимо для защиты его или ее прав. Интервьюер также спросил Мусина, насколько независимы казахстанские судьи. Допустим, если ему звонит Аким или министр по какому-то делу и вежливо настаивает на правильности госоргана. Бывало ли такое и как судьи от этого защищены? Мусин отметил, что административные суды рассмотрели несколько тысяч дел, в том числе с участием госорганов, как центральных, так и акиматских. Но до сих пор никто не звонил. И никто из ниже стоящих судей не жаловался на давление. Эти контакты считаются непроцедурными, и мы не обсуждаем эти вопросы по телефону. Есть зал суда, где рассматриваются все аргументы. Это единственное место, где стороны могут скрестить мечи и отстоять свои аргументы, сказал Мусин.